здравствуйте друзья у нас анонимка на канале ну человек сам так говорит пишу анонимку потому что от своего имени такое написать неудобно в чем история история в том что парню 30 лет там с копеечкой он закончил два университета у него два высших образования у него есть ученая степень там видимо кандидат наук так я понимаю и вот его там 30 с копеечкой маленькой и он не может нигде работать он вот поработает рекорд у него был полгода он устраивается куда-то и не работает ему там вот скучно и неинтересно противно начальники бред какой-то вот не находит себя увольняется и вроде деньги нужны не то чтобы он вот какой-то не мотивированный там или что-то и ну вот как как быть он не знаю что же делать то ли не могу то ли не хочу то ли что-то со мной не так вот происходит что тут сказать хорошая новость как бы good news состоит в том что слава богу он живет в такое время когда можно себе так позволить знаете например мы когда в стране советов жили было ничуть не больше мотивации или там основании ходить на работу но поскольку люди жили бедно очень и кроме того сложно вот так когда эти три месяца тут три месяца там в какой-то момент те уже перестают вообще брать куда бы то ни было ты как-то засветился и все и ну и вообще вообще сложно очень сложно было так поэтому сейчас вроде он может себе позволить все таки ему вроде деньги нужны но может себе позволить тут три месяца там три месяца как бы уже уже не так плохо могло быть хуже я помню времена когда было хуже но существенный вопрос не в этом а в том что человек не может себя найти как бы да причем он же не сачок иди вот два университета закончили вот вот я закончил два университета это тяжело понимаете в аспирантуре учился вот я как бы похож на на молодого человека я светлане мои говорю что свет вот такая история парень там два образования высших кандидат наук вот не можете найти она готова на меня посмотри говорит она я смотрю да вот еще один кандидат наук и сколько она в стране советов там работала это всегда была какая-то катастрофа ну но может быть знаете что вот три года было у нее абсолютно счастливого состояния я помню это очень хорошо мы были молодые ребята еще она в аспирантуре когда училась три года в очной и это было вот что-то невероятное то есть для меня больше нагрузки ложилась по семейным делам да я я сам никогда не был таким счастливым как вот когда она была такая счастливая нам наполненная такая радостно а дальше все а дальше надо работать то есть мало там тебя еще не берут на работу соответствие там твои это ученые степени нет никому не нужен кандидат педагогических наук знаете но какую-то нормальную человеческую работу но дело даже не в этом а дело в том что она все было абсолютно бессмысленным идиотским никакой радости не было и пока она в аспирантуре училась я понимаю у нее радость была только от того что вот процесс творческий а вопрос зачем это надо и кому надо вообще не не вставал но просто вот такой процесс эти когда ты молодой тебе все радостно когда я пришел после института связи в кб где я работал я впервые столкнулся с цифровой схемы техники уже до этого мы когда в институте учились но вот связь там значит схема техника была релейная транзисторная такая полупроводникова а тут вдруг наш микросхемы это был так увлекательно и я даже вот несколько лет просто там на крыльях а потом года три на крыльях а потом надоело думал дальше что и и чего теперь и и куда знаете и настроение упало я поменял работу но я еще молодой был до мне не было 30 потом другая работа потом мы приехали в сша и я стал тестером причем это знать как ведь и ком же в горле стоял когда вот ты приезжаешь никому не нужно нафиг там не ничего вроде не можешь делать языка не знать тяжело и когда на меня это работа по тестированию упала это было как вот ну как живая вода на мертвое тело бах и и тоже года три-четыре я поработал но я же был я еще автоматизации занимался автоматическим тестированием это очень увлекательно вот так только сел вроде с утра и бах домой надо идти как же восемь часов что ли прошло до 8 часов прошло но потом я стал менеджером вот опять у меня самое счастливое время в моей карьере по тестированию было когда я занимался автоматическим тестировать автоматизированным а потом от я был менеджером и мне не было так радостно потом еще там что-то делал но кончилось тем что вот возникла школа параллельно с этим совсем я 20 лет назад ушел в эту школу и до сих пор в общем так каждый день на работу иду как на праздник и у меня настроение хорошее так далее потому что нашлось что-то и вот он спрашивает а вот есть на канале вопрос есть у меня там говорят а вот если бы вы не ушли в школу а остались бы тестером там вот и где бы вы сейчас были не знаю но проблемно очень проблемно что мне уже на самом деле к моменту ухода из тестирования мне уже обрыгло тоже до 4 года я поработал и дальше я смотрю что ну хорошо но тут от тестировал там от тестировал там ну и чего и что вот я на свет ради этого появился пойти то есть одно дело ты выходишь на какую-то новую орбиту да по сравнению с тем что там нищенствуешь и друг бах там у тебя деньги появились и какой-то статус что тоже важно потому что дети они на тебя смотрят но твои собственные и как бы тоже не можешь совсем то быть таким паупором пойти но поэтому в ситуации с молодым человеком вот я светлане будет так что она говорит вот посмотри на меня это ну слава богу это у меня вот есть и который там меня обеспечивает но дело то что она так немножко прибедняется потому что она просто сама определилась чем я и заниматься до нари она решила что она не будет ходить в офис она сидит дома да она выбрала что она делает она все наши финансы делает плюс у нее много времени остается свободного поэтому она тут чуть построить там чуть построить потому что ей нравится поэтому в некотором смысле она занимается тем чем что ей нравится потому что есть я который как бы решает все остальные вопросы в частности чтобы купить то что нравится и перестроить в то что нравится и тогда но я же тоже в таком положении и я делаю то что мне нравится я вам больше скажу если я начну делать то что мне не нравится ничего хорошего не будет я себя знаю хорошо слава богу я под 60 я много раз пытался делать то что мне не нравится не получается то есть хотя поцелуй без любви слеза комсомолки в общем черти что и значит надо определиться с тем что тебе нравится вот и все потенциал то есть у парня хороший то есть он может рвануть как я не знаю что вот вот надо понять что тебе нравится значит это может быть что то что человек не может быть ему не кажется что он может этим заниматься профессиональные как вот способ там заработка хотя могут им нравится безусловно что то делать но наверняка каждому человеку что-то нравится им уже нравилось там заниматься наукой дальже он же получался там степень кандидата наук если бы мы это все было вот вот тут да он бы бросил так же как любую работу бросает значит что-то должно быть такое интересно можно тесты взять про там по профориентации какие-нибудь от себя же не уйдешь но вот там сходить специалистом то есть как бы в помощь извне какую-то до привлечь может быть не обязательно это должен быть там психолог может быть это могут быть просто люди которые его хорошо знают и которые скажут слушай вот я когда тебя видел да вот как ты был счастливым человеком когда вот этим занимался может быть я ему со стороны подскажут но бизнес может быть надо какой-то делать когда ты не зависишь начальника давайте трудно когда с начальником когда ты уже немножко соображаешь а в 30 лет ты уже немножко соображаешь и тут у тебя начальник там у тебя начальник и этот сволочь тот дурак этот карьеристом то есть может быть и сволочь и дурак одновременно и тогда как жить а бери на себя эти вот очень многие люди стали начальниками просто потому что они уже не могут выносить что вот какие-то некомпетентные люди над ними и ну ну сам берись ну ну давай поэтому очень важно чтобы вот быть на волне вот на этой чувствую что ты полезные чувствовать что ты востребованный чувствовать что ты делаешь что-то такое чем ты можешь гордиться в жизни и есть как бы две системы удовлетворение от того что это делаешь может приходить от отец для кого-то это делаешь а может приходить от начальства и нет ничего хуже чем вот когда от начальства в случае для меня лично я никогда не хотел быть начальником вот сколько я себя помню я не понимал что такое карьера и какой-то там меня пытались пихать даже там куда-то вот там зав отделом там или что-то я я не хотел никогда мне хотелось делать то что я делаю чтобы не ни за кого больше не отвечать но со временем конечно постарше стал мне пришлось но к чему я рассказываю что мне не хотелось получать от начальства ничего поэтому я сейчас нахожусь в идеальной совершенно ситуации когда я я получаю то что я хочу от от тех для кого я что-то делаю вот я для вас наговариваю это видео да значит и мы с вами напрямую моя компенсация приходит напрямую то есть вы там год молодец там расскажи о том расскажи о том вот я послушала там задумалась вот это вот то как я получаю там за свою работу и значит а если бы был какой-то начальник который бы мне там судил или что-то говорил и там еще премию лишал там еще что-то не знаю мне бы это не нравилось поэтому может быть человек должен подумать о том что чтобы он такое мог сделать прямо вот для тех людей напрямую не через организацию это не всегда возможно если ты физик ядерщик что ты можешь сделать там для не знаю там рабочих завода красный пролетарий вот не ничего но если ты там еще что-то делаешь я не я не знаю что вот я вот в образовании работаю и я я получаю непосредственно от людей для которых я работаю хотя в образовании есть люди которые живут только за счет того организации которые живут только за счет того что им там вот скажем организации работающие с безработными они посылают им клиентуру соответственно они получают от них деньги у нас тоже такие есть и там даже на самом деле существенные суммы от них поступают но это может быть там 10 процентов от наших доходов я от них не завишу я периодически вот там софия говорю давайте может быть мы не будем их брать потому что с ними возни много они сложные там бывают люди и тогда она говорит ну знаешь что если завтра не будет такой хорошей экономики действительно мы выжили вот на этих заказов от государства мы пережили прошлую рецессию мы остались бизнесе все все погибли без школы такие как мы в тестировании войти почти все погибли мы одни остались поэтому именно потому что мы были в отношениях с государством она как так там хорошо относилась посылали нам людей вот мы на это выжили вот но тяжело с ними мать и тяжело какому-то начальнику там соответствовать его требованиям представлениям о жизни капризом то есть может быть может быть подумать что что человек может делать напрямую чтобы не через кого-то об неопосредованно получать удовлетворение напрямую то есть вот ты делаешь люди довольны и ты рад ну или что бывает бывает что человек привыкает к нелюбимой работе привыкает нелюбимым обязанностям этому способствует то что у него появляется девушка жена один ребенок второй ребенок там моргидж на этом ипотека вот ему надо платить билы а его затягивает а на подвиге уже него меньше и меньше сил вот и и жена могут все что опять с работы ушел значит что во что что мою жизнь превращаешь родители смотрят на вас и говорят что папа у нас какой-то неприкаянный да вот там у васи и у пети у поля у маши вот родители нормальные у меня чокнутые и все вот значит и человек начинает спокойно делать вот эту рутину и его перестает беспокоить душевный порыв такой и он так затихает и и становится как все вот и никакой беды и вообще нет в том чтобы быть как все с одной стороны с другой стороны мы созданы как бы свыше никак все мы представляемся каждый из нас это индивидуальность знаете и на самом деле в этом смысле стать как все это совсем плохо эти пригодится где родился плохо ну то есть может быть по дизайну так и задумано было тогда нормально а так вот если тебя куда-то тянет этим поэтому и ты говоришь себя я вот тут родился и мне какой-то дурак сказал что я должен пригодиться именно там где родился поэтому я не буду себя слушать а буду слушать дураков нормально поэтому если есть зов какой-то если ты понимаешь что ты должен где-то еще пригодится вот не в этом но ищи это же не обязательно человек должен родиться и знать где он должен пригодиться он ищет и поиск дан нам тоже как процесс он должен нас улучшать развивать совершенствовать находиться в поиске совсем не так плохо пока важно настроение чтобы было правильно и чтобы ты понимал зачем ты это делаешь не просто там поработал три месяца ушел и на те же грабли снова наступил и опять наступил и снова наступил и знаете как вот есть такие типажи там скажут женщина она выходит замуж там только за алкоголик сколько алкоголиков не было до этого она все равно выходит потом замуж за другого алкоголика бывает я тут смотрел сюжет с экстрасенсор этой программы не помню назвать и там значит вот женщина типа черная вдова там у нее там три мужа уже погибли а потом так по ходу дела выясняется что она выходит за таких которые пьют которые там за рулем нетрезвом состоянии которые там наркотики которые там я не знаю опасный образ жизни ведут и они потихоньку естественно умера поэтому вся кажется не она черная вдова просто у нее на выбор мужиков такой поэтому значит надо уйти от того чтобы брать очередную такую же работу про который можно заранее сказать что там ничего интересного нет а все-таки разобраться с собой и если уже пробовать что-то такое другое может быть неожиданное я не знаю но еще раз и если своих ресурсов нет надо со стороны кого-то привлечь кто мог бы посоветовать я бы так сказал так что я пожелаю молодому человеку успехов потому что у него для успехов есть абсолютно все кроме направления в котором он вот на данном отрезке времени собирается двигаться то что правление меняется с возрастом со временем человек не должен всю жизнь работу одним и тем же заниматься то есть хорошо если так получается но в принципе это совершенно не обязательно вот и вот он вырос на какой-то новый уровень вышел там другие горизонты откроются зачем еще куда-то пойдет поскольку у него драйв есть образование есть желание что-то делать есть его его не устраивает вот такая заурядная повседневность вот то что мы назвали бы по-английски медиокрити да он не хочет медиокрити он хочет что-то такого но и здорово вот вот такие же люди и двигают мир на самом деле потому что если бы если бы таких людей не было сто лет назад 200 или 500 мы жили бы так же как живем сейчас не не было бы никакого прорыва никуда поэтому хорошо пусть ищет нормально до 30 лет это же не не 75 пойти еще вся жизнь впереди скажем по американским стандартам еще 37 35 лет 36 37 работать до пенсии можно очень горы своротить может стать нобелевским лауреатом ты можешь стать миллиардером абсолютно все дороги открыты так что может быть знаете как уже ванецкого там вот если все на менее подорвались но об этом уже можно только мечтать эти то есть может быть ему нужны внешние экстремальные обстоятельства в которых он начнет ценить то что есть тоже интересно ты миграция на самом деле такое дело когда ты попадаешь другую страну и тебе надо как-то выживать вот и ты хватаешься за это и бросаешься туда и ты каждый раз что-то такое ты радуешься просто факту по факту потому что она есть эти вот сегодня его не устраивает работа как факт того что работа есть ну да потому что много работы можно каждые три месяца менять и вроде чё там работа хотя когда у тебя нет работы ты вдруг получаешь работу ты начинаешь ее ценить потому что эта работа когда сейчас была вот рецессия последняя там интересный был опрос я читал на сенн говорят что значит опрашивали людей довольны ли они своей работой получают ли они удовлетворения от своей работы оказалось что во время рецессии процент людей довольных своей работой был просто год колоссальный там там типа 75 процентов людей были довольны своей работы при том что в нормальной экономики когда можно там легко менять там может быть было бы там 35 поэтому бывают времена когда сам факт того что есть работа он дорогого стоит поэтому может быть так такие испытания человеку нужны я не знаю но в этом смысле миграция неплохой неплохой такой путь хотя представляете он приедет и а он такой там с двумя образованиями кандидат наук его бах в стэнфорд профессором и он скажет и ради чего все приехал и скучно какие-то студенты иностранная речь девки какие-то все в очках заумные но в общем и все и опять снова жизни нету поэтому надо надо сначала с собой конечно вот такое у меня пожелание счастлива и я думаю что все будет очень-очень здорово